Глава округа Владимир Волков и президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Багдасарова встретились с участниками проекта «Жди меня» активом Люберецкого отделения Союза женщин России и представителями Люберецкого благочиния. Тему продолжит наш корреспондент. Спасибо вам огромное за то, что есть такое сообщество женщины Подмосковья и то, что вы активны, то, что вы всегда на передовой. Спасибо за то, что вы такие неравнодушные. Именно благодаря активным людям всегда все движется гораздо эффективнее, быстрее и правильнее. Проект «Жди меня» начал свою деятельность в этом году. На территории Люберец он создан при поддержке председателя Московского областного регионального отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Екатерины Багдасаровой и фонда «Защитники Отечества». Он объединил жен участников специальной военной операции. Наши девушки ведут активную работу, регулярно занимаются сбором гуманитарной помощи, оказывают психологическую поддержку, проводят мероприятия, направленные на помощь женам, детям. Это образовательные, развлекательные мероприятия, обучающие программы. Главная цель проекта «Жди меня» заключается во взаимопомощи и поддержке. Для женщин подготовлены культурно-развлекательные программы, цикл бесед с председателями духовенства, организованы экскурсии по городам Подмосковья. Муж Натальи Лежневой ушел в зону СВО в октябре 2022-го. Участие в проекте помогает ей справляться с переживаниями и оставаться сильной в ожидании супруга. Начиналось все со знакомства, были разные встречи, арома-встречи, встречи, день красоты, разные мероприятия. Проект на самом деле крутой. Мы с девочками очень вдохновились. Подъем энергии и желания. Ты отвлекаешься от насущных проблем. Ты одна, раньше всегда рядом был муж, а сейчас все на тебе. А тут мы отвлекаемся. Также представителями фонда Андрея Первозванного в Преображенский собор Люберец доставлены частицы благодатного огня из Иерусалима. Облагочинный церквей Люберецкого округа Иерей Вячеслав Новак совершил молебен о защитниках Отечества.